Вод прошел с того дня, когда страшная авиакатастрофа унесла жизни 16 человек. Среди них были руководители акционерного общества «Апатиты» города Кировска. Те, кто вложил много сил в развитие предприятия и Кировско-Апатитского района. Накануне трагической даты на Кировском руднике в скромной обстановке открыли стенд памяти уважаемого горожанина, талантливого руководителя Константина Никитина. Стенд памяти Никитина на Кировском руднике решили открыть не случайно, ведь именно отсюда началась горнятская карьера Константина Владимировича. Материал для памятной доски подбирали тщательно. Спасибо музейным работникам и коллективу предприятия. Кто-то начинал на руднике, кто-то уже достал его как генерального директора, ну и чтобы память о нем осталась визуально, о его этапах жизни, у всех последующих работников, которые будут после нас, мы собираемся открыть этот стенд. Константин Никитин всю свою яркую, но короткую жизнь от мастера до генерального посвятил Апатиту. Очень скоро стенд, отражающий важные шаги большого человека, займет свое почетное место в актовом зале рудника. Сегодня, к сожалению, мы так вот, немножко в тесненных условиях открываем этот стенд, по-семейному, можно сказать. Сейчас, после окончания ремонтных работ по благоустройству административного бытового комплекса, значит, этот стенд займет достойное почетное место в отремонтированном актовом зале, ремонт которого закончится в течение ближайших трех месяцев. И вместе с другими стендами, посвященными не менее значимым и серьезным людям, будет находиться именно там. Создание стенда в памяти выдающихся работников предприятия – давняя традиция именно на Кировском руднике. Идея, которая пришла в голову руководству Кировского рудника и просвященной организации Кировского рудника, мы ее продолжим и сделаем памятный стенд имени Григория Алексея Вениаминовича на Восточном руднике и имени звонаря Андрея Юрьевича на Центральном руднике.